Друзья, мы на территории Завода. Красное знамя построено в 1927-28 годах по проекту немецкого архитектора Эриха Мендельсона, отца направления экспрессионизма в архитектуре 20 века. По стопам Мендельсона пошли Йорн Утсон, Эра Саренин, в какой-то степени даже Сантьяго Калатрава и Заха Хадид. Здесь мы видим редчайший ракурс, это задний торцевой фасад основного турбинного зала фабрики, который можно увидеть только с территории Завода. Перед нами также монумент бессмертия подвигов ваших, вечный огонь для живых, память за Родину павших в наших делах трудовых. Восхитительная совершенно поэтическая фраза, которая великолепно дополняет композицию заднего фасада фабрики. Посмотрите на то, как двумя асимметричными контрафорсами буквально зажат с двух сторон вот этот вот пятичастный, тотально остекленный фасад здания. Для своего времени такой процент остекления был невиданным и неслыханным. Здесь мы видим уже цеха фабрики, которые потрясают своей динамикой композиции. Посмотрите, чистый авангард. Мендельсон не только выразил конструкцию, он выразил с помощью динамику, экспрессию, ритм. Он приблизил архитектуру к произведениям техники того времени, потому что вокруг него пошли поезда, полетели дирижабли, первые самолеты. И, конечно же, архитектура не могла остаться безразличной прогрессу в мире транспорта и техники. И Мендельсону первому удалось выразить эстетику вот этого вот движения в архитектуре, и за ним пошли многие. Как прекрасно на фоне архитектуры немецкого мастера смотрится Porsche 924, который готов к реставрации.